Всем привет! Сегодня у меня необычный день. Я готов пойти на новый рекорд. И действительно, ведь у меня сегодня на обзоре, как вы уже наверно знаете из названия, колесо KINSON KS16X. Я буду испытывать его на дальность. У меня впервые на тесте дальности колесо с аккумулятором более полутора тысяч ватт-часов. Сами условия испытания в связи с этим пришлось немножко изменить, но я постарался сделать так, чтобы на итоговых результатах это никак не отразилось. Температура воздуха 25 градусов, вес райдера 95 килограмм, ветер умеренный. Здесь у нас все осталось также. Давление в покрышке. В связи с широкой покрышкой вместо трех я накачал 2,8. Разница несущественная. Я думаю, что она никакой особой роли не сыграет. А вот максимальную скорость испытания пришлось немножко изменить. Дело в том, что для того, чтобы выкатать аккумулятор такой емкости при скорости не более 20 километров в час, мне потребуется скорее всего двое суток. А мне это колесо надо отдать сегодня вечером. Поэтому я меняю скорость максимально на 25 километров в час. Я позреваю, что это скорее всего скажется на пробеге. По моим подсчетам он сократится ориентировочно на 5, ну может быть 7 процентов. Но взамен я меняю плитку на ровный асфальт. То есть преимущественно процентов 90 времени мы будем ехать по гладкому ровному асфальту. Я позреваю, что это даст как раз ту же самую экономию порядка 5-7 процентов. Вообще говоря, если кому-то интересно, то я могу взять маленькое колесо и провести несколько отдельных замеров. Насколько велика разница в расходе аккумулятора при движении по абсолютно ровной поверхности и при движении по плитке. Я позреваю, что она будет достаточно существенная. Многие из вас отметили, что в своем обзоре на 16x я фактически ничего не сказал про свои ощущения от езды на данном колесе. Я специально это оставил для данного обзора. Как показала практика с обзором на Ninebot Z10, это очень удобно, когда я сразу еду и сразу делюсь впечатлениями, что испытываю на первых километрах, после 10, после 50 километров и как мне колесо в целом после всей поездки целого дня езды на нем. Ну, собственно, на этом хватит болтовни. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и первые метры нашего пробега. Что я могу сказать? Как-то оно подозрительно легко идет. Такое ощущение, что я даже не наклоняюсь вперед, оно просто едет само. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и раскрылся секрет, почему мне было так легко сюда ехать. Дело в том, что ветер хоть и небольшой, но когда он попутный, он не чувствуется. А когда едешь против него, сразу ощущение есть. Вот сейчас мне приходится реально на это колесо немножко поддавливать. Нет, речь не идет о том, что данному колесу, например, не хватает мощности. Мощность ему за глаза и с ветром, с любым, оно легко справится. По сути, это одно из самых мощных колес на данный момент. И вот мне GPS-трекер только что сообщил, что отметка в 10 километров пройдена. И давайте посмотрим, что же нам говорит приложение от компании Kinson. Оно говорит, что мы уже проехали 14 километров. То есть погрешность составляет порядка 40%. Ребята, это реально очень много. Как тебе не стыдно? Есть хочется. Что касается ощущения от этого колеса, то у меня такое чувство, как будто я стал на табуретку. Ноги стоят достаточно широко, ты стоишь устойчиво. Колесо не наклоняется ни вправо, ни влево. Буквально на малейшие наклоны вперед оно едет вперед. Так что вот это чувство, как будто ты стоишь на просто на такой твердой площадке, они не проходят. Это, пожалуй, наверное, самое устойчивое колесо. Из всех, которые я ездил, оно даже более устойчивое, чем Z10. Но если Ninebot колесо достаточно специфическое, к которому реально надо привыкать, то к этому, к его повадкам, которые сродни, похожи на Ninebot, привыкаешь достаточно быстро. У тебя требуется, может быть, минут 5-10. И после этого ты себя чувствуешь абсолютно уверенно. Собственно, почему я говорю о Z10? Потому что у них очень похожие повадки. Они оба не особо склонны к тому, чтобы у них наклонялся корпус. Вообще ощущения от колеса достаточно интересные и приятные. Вот эта вот широкая постановка, вот эта вот табуреточность этого колеса, они несут свои прелести. И я точно уверен, что у этого колеса абсолютно точно найдутся свои поклонники, свои фанаты. Оно точно найдет своих людей. Что касается драйва, мне, к сожалению, немножко трудно сейчас испытать драйв с этого колеса, потому что я четко соблюдаю правила нашего теста. Я не езжу выше положенных 25, как же их назвать-то, х километров, х-ометров. Я не знаю, как их назвать. Ну, в общем, 25 кингсонговских километров в час, что примерно, по-моему, уже пьесу напоминает, скорее, 23 километра в час. Но эта скорость достаточно маленькая. Я стараюсь не маневрировать, не поворачивать, потому что я прекрасно понимаю, что на таких вихляниях колесо разряжается быстрее. Поэтому драйв мне испытать достаточно трудно пока что. Для этого, возможно, сделаю следующий мини-обзорчик. И все-таки какая же огромная разница между ровным асфальтом и плиткой? Какое счастье лететь на колесе, когда асфальт абсолютно ровный. Вот как большая часть моего пути. И вот когда выезжаешь на плитку, такой контраст. То есть колесо под ногами постоянно ерзает. И такое ощущение, что она с этой плиткой все время электродвигателю приходится немножко сражаться. И вот эта вот табуреточность, такое состояние, когда ты стоишь как будто на земле, оно позволяет ехать на этом колесе, наверное, медленнее, чем на любом другом. Ну, в том плане, что очень часто, когда особенно я начинал только ездить на V8, у меня были такие моменты, проблемы, когда я подъезжал, где-то вставал, ну, утыкался в пешеходов, и мне надо было ехать какое-то время со скоростью пешехода. Меня это так раздражало. На этом колесе у меня такое ощущение, что я могу просто остановиться и просто стоять. И оно такое вроде меня как будто бы держит. Это очень странное ощущение, но это очень круто. Ну вот и пройдена психологическая отметка 50 километров. У меня пропало 4 светодиода, я потом посчитаю, сколько их. Вот там, наверное, внизу я где-то подпишу, сколько их всего. В общем, сейчас не горят уже 4. Сколько там еще осталось? У меня зацеплены ноги. То есть вот это вот состояние, жжение в стопах. Я испытал на все стопы, поэтому мне даже пришлось немножечко пройтись. Ну, метров, наверное, 50, то есть совсем чуть-чуть. Вроде бы сейчас все хорошо. Ну, довольно странно. Вроде бы казалось, педали достаточно большие. Должно быть удобно, и вообще на них должно быть все хорошо. Но нет. Ноги все равно немножко затекают. Ну, для тех, кто не в курсе, да, для тех, у кого моноколес нет, я скажу, это никакая не проблема. Как правило, просто хочешь колеса, делаешь, не знаю, там, 5 разминочных движений, да, это 30 секунд. И после этого, как правило, можно ехать, и опять все нормально. Просто это, наверное, из-за того, что вот они стоят статично, вот в одном положении на педалях. Может быть, из-за этого происходит. Такой огромный торчащий и внушительный брызговик совсем плохо защищает колесо от попадания пыли. Несмотря на то, что я фактически не ездил по пересеченной местности, я в основном ездил только по тротуару и по плитке, колесо все в пыли. Полностью насладиться мягкостью трехдюймовой покрышки у меня, к сожалению, не вышло. Ведь посудите сами, она накачана до трех атмосфер, что для такой широкой покрышки достаточно много. Ну вот, и тут приключилось что-то абсолютно новое. Я впервые за все обзоры просто иду пешком. Ну, пускай это может 50 метров или 100 метров, но со мной такого еще не случалось. Смотрите, у меня ноги начали затекать настолько, что я просто вынужден спешиться и вот сейчас разминаю ноги. Возможно, это связано с тем, что это колесо на поемкости на порядок больше всех остальных, которые я до этого испытывал. Может быть, я неудобную обувь надел, может быть, что-то с педалями не так, может быть, не мой тип педалей. Я не знаю, но такого не было. Я помню, когда я выкатывал Z10, там была ситуация наоборот, что поначалу немножко затекали, а потом мне было легко и удобно. Здесь же, чем дальше, тем быстрее затекают. Ну, в любом случае, продолжаем. Не сдаемся, я сейчас буквально метров 50 еще пройду и поедем дальше. В общем, все, как всегда, в лучших традициях Кин Сонга. Еще только недавно он ехал, у него было чуть ли не половина заряда. Прошел он где-то километров, наверное, 80-90. И такие были радужные ожидания от него. А сейчас вот только-только мы готовы пересечь отметку в 100 километров. Но уже осталось только три деления, то есть буквально за эти 10 километров он сожрал весь оставший заряд аккумулятора. Ну, собственно, я об этом уже рассказывал. Такая же фишка была и на всех стальных колесах. Такой некий способ создать иллюзию, что ваше колесо будет ехать вечно, что оно проедет заявленные обещанные километры. И вот для этого сделают, что сначала оно как будто не убывает, а потом в конце бах-бах-бах и приехали. Просто это надо учитывать, просто на это надо рассчитывать. Мы сейчас будем доезжать оставшиеся, я не знаю, сколько, 2-3-5 километров. Может быть, он еще проедет. Но он уже задирает педали. То есть он уже позволяет ехать километров, наверное, 10-15 часов. Уже начинает на меня ворчать. Посмотрим, чем все кончится, сколько он пройдет. Но результат уже, я думаю, очевиден. То есть я сейчас доезжаю просто остатки своего пути. Такой уже тошнительный такой период начался. Мучительный для меня. Я очень не люблю. Сдирает достаточно резко, кстати. То есть если такой приколюшечку мне подсадить километров на 40 в час, я, наверное, поднапрягусь. Очень резко. Как бы не возникло желания при этом вообще колесо из под ног выбросить. Он за всех сил пищит. Не дает мне ехать. Я сейчас посмотрел по GPS-навигатору. Он разрешает ехать до 10 километров в час. До 10 он еще как бы терпит меня. Если я еду чуть больше 10 километров в час, то на этой скорости он начинает задирать педали. При этом он, в принципе, не позволяет и на задранных ехать. То есть я могу продолжить на них надавливать, и он все равно едет. Вот не успел я сказать, что он позволяет ехать, как он сразу забрал педали и, собственно, меня высадил. Сейчас посмотрим, можно ли это исправить. То есть окончательно ли твой вердикт, или это просто реакция на мое ускорение. Сейчас мы посмотрим, проверим. Если нет, то будем углажать результаты. Ну, как, собственно, я и думал, его задирание педали было неокончательным. Ну, я буквально его просто поднял, нажал кнопочку, поставил обратно на землю. И вот я еду дальше. Еду я теперь более аккуратно. Я уже не добиваюсь поднятия педали. Понятно, что вот-вот он задерет, и это будет последний, так сказать, подъем педалей. Но, тем не менее, я еду. Ну, и вот оно, окончательное задирание педали, после которого ехать уже фактически невозможно. Надо отметить, что вести за ручку Кинсонг можно. В этом случае оно педали не задирает. За это спасибо. Ну что же, пришло время подводить итоги. Но прежде чем я оглашу окончательный результат, хотелось бы обратить внимание на то, что весь ролик около заряда аккумулятора стояла цифра 100%. Сделано это лишь потому, что на момент теста компания Кинсон еще не написала и не доработала свое программное обеспечение, чтобы оно отображало заряд аккумулятора. Вообще говоря, мне лично обидно, что у девайса, от которого зависит ваша жизнь, и который вы приобретаете, как готовый продукт, до сих пор не дописана софтина. Таким образом, у меня не было возможности проконтролировать текущий заряд аккумулятора и сверить его с пройденным путем. Итак, Кинсон КС-16Х от полной зарядки аккумулятора до его полной разрядки прошел 110 километров. При этом софтина решила, что он прошел 150. Бессовестно врут. Почему такая большая разница и зачем нас так обманывать? Я не знаю. Более того, колесо было накачано до 3 атмосфер. Если бы оно у меня было еще подспущено где-то до 1,8, скорее всего, на пробеге было бы еще больше. Пожалуй, я не могу сказать, что я абсолютно доволен результатом. Но результат для такой широкой покрышки вполне удовлетворительный. На этом у меня все. Если вам выпуск понравился, если он показался интересным, пожалуйста, отреагируйте как-нибудь. Если вам что-то не понравилось, тоже пишите в комментариях. Я с удовольствием буду исправляться. С вами был Анатолич, канал Чёртово Колесо. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok